Это программа «После новостей». Я Ксения Черепанова. Здравствуйте. Продолжаем обсуждать строительство храма на Стрелке. Я напомню, что это разделило красноярцев. Журналист Елена Уляшева предложила провести референдум по этому поводу. Владыка Пантелимон ответила ей достаточно жестко. Наши гости сегодня депутат Законодательного собрания Края Вероськина. Вера Егоровна, добрый вечер. Вера Егоровна выступает за строительство храма. И пресс-секретарь благотворительного фонда «Добро-24.ру» и общественный деятель Ольга Абансова. Ольга, добрый вечер. Здравствуйте. Давайте для начала, для тех зрителей, которые не видели, еще раз посмотрим то, что сказал Владыка Пантелимон на предложение провести референдум. Нужен ли храм на Стрелке? Этот вопрос поднимают бесчеловечные, настроенные на гегемонию и деспотическое диктаторское отношение одних к другим. Не объясняя, для чего это делается. И не понимая, что это служение дьяволу, бесам и гибель их же семей. Все, кто ломал кресты и храмы, страшной смертью кончили. Вы хотите референдума, чтобы был концлагерь для верующих? Подобно Майданнику, Дахау или Норильских? В целом, почему верующие не имеют права, получив уже от государства, по закону, по нашей Конституции все права построить? Вот как нужно ставить вопрос. Вы знаете, я очень уважительно отношусь к Владыке Пантелеймону, но мне кажется, что в его словах что-то было слишком. Вот мне так и хочется спросить Ольга, как вам служатся дьяволу и бесам? Меня, как атеиста, глава Владыки оскорбляют. Потому что, вы знаете, если это законно, давайте дадим всем равные права, всем верующим равные права, всем неверующим. Как можно так взять кусок земли и подарить православной церкви, грубо говоря, какому-то определенному НКО? Давайте подарим другим НКО, тем, кто занимается наукой, культурой, искусством. У нас слишком маленькое НКО, и таких жертвователей, которые пытаются во имя спасения своей души миллиардами раскидываться, или сотнями миллионов, которые нужны на строительство храма, у нас нет. У нас жертвуют обычные простые люди. Праживала прослужение дьяволу и бесам. Я, как атеист, не верю ни в дьявола и беса. Поэтому меня не пугают вот эти слова. Мне кажется, референдум – это конституционно и правильно. Вера Егоровна, скажите, а вот как Вы считаете, вот определение диктаторское, бесчеловечное, служение дьяволу – это все те слова, которые, в принципе, стоят употреблять всем тем, кто не согласен? Почему? В нашей жизни есть добро и зло. Вообще есть добро и зло, да, и добро всегда борется со злом. Но я бы хотела поговорить о другом. О чем идет речь? – Хорошо, нет, я просто… – Подождите, Татьяна, вот вопрос. Вы понимаете, мы подняли проблему с ног на голову. Вернее, с головы на ноги попытаемся. Вернее, с ног на голову, правильно я первый раз сказала. Почему? Потому что все это было обсуждено до приезда Святейшего Патриарха. Святейшему Патриарху показали места. Он выбрал это место. После этого были проведены публичные слушания, или до этого были проведены публичные слушания. Там было принято решение о строительстве этого храма, кафедрального собора, потому что на миллионный город кафедральный собор Покровский маленький очень. Но сейчас почему-то, после того, как был заложен камень, поставлен поклонный крест на месте, где должен быть построен Богородица Рождественский собор, было время, когда решался вопрос по земле, потому что земля была в аренде или продана москвичам. Пока шло время, пока ее вернули с 2012 года, сегодня 2017 год. И только в этом году земля была передана церкви. А между прочим, вот что должно было быть на этом месте, на этом маленьком пятачке. Давайте поясним, они все телезрители видят. Это вот как раз москвичи должны были построить, куда нужно показать. Должны были показать вот этот вот торговый, или торговый центр, понимаете? То есть вот было бы украшением храма, вернее, было бы украшением этого места, который занимает вот по площади, если вы посмотрите на эту схему еще, вот этот участок. Храм будет занимать 4% этого зеленого участка, понимаете, да? И он не нанесет никакого ущерба. Поэтому поднимать сегодня волну по поводу референдума, на мой взгляд, вообще... Можно я также, как у Ольги, хочу вас уточнить. Так вы считаете, вот эти все слова, которые употребил Владыка, эти все слова можно употреблять в отношении тех, кто не согласен? Мой вопрос был в этом. Еще раз, Ксения, я вам говорю. В жизни есть добро и зло. Вот сегодня те люди, которые вдруг с 12-го года молчали, и сегодня эти люди выступают активно. Сколько этих людей? Давайте посмотрим, сколько этих людей? Я так не думаю, что их много. Я так не думаю, что их много. Теперь, что касается правовой основы, да? Обращение... Я, скорее, с человеческой точки зрения спрашивала, а не с правовой. А я говорю о добре и зле, которое постоянно борется всю жизнь. Это философское такое понятие, от которого мы никуда не уйдем в своей жизни. И второе. Правовая основа, да? Обращение написано к городскому совету депутатов по поводу того, чтобы обсудить это на градостроительной комиссии. И затем рассмотреть вопрос на сессии. Не знаю, какое решение принять в сессии. Это другое дело, да? И сколько бы подписей не было собрано, 959 там, тысяча, полторы тысячи, вы обращаетесь к городскому совету. Референдум – это совершенно другое. Это нужно создание инициативной группы, регистрация этой инициативной группы в избирательной комиссии местного самоуправления. Обращение в городской совет депутатов, который должен рассмотреть весь пакет документов, и принять решение, исходя из вопроса, который будет поставлен на референдум, о проведении референдума или не проведении референдума, о сборе подписей. Ну, смотрите, Вера, вы говорите про юридические основы, как должно это быть, когда правильно. Речь идет о желании людей высказаться, и поэтому я хочу у вас следующее спросить. Да, пожалуйста. Почему у нас звучат такие слова «референдум» как концлагерь? В принципе, что плохого в референдуме, если это обычный демократический инструмент, и опять же никто не гарантировал тем, кто против храма, что на референдуме все придут и скажут «нет». Более того, сколько решений, вы сейчас отсылаетесь к решению, которое было принято в 2007 году. Вы знаете, вот в 2011, и 2012. В 1917 тоже было много решений принято неправильные. И вообще решения принимаются, и они могут быть неправильными. Понимаете, меня удивляет. И если сегодня люди хотят высказаться, им изменить какие-то решения, с которыми они не согласны, вы высказывайтесь, ради бога. В правовом государстве должна быть такая возможность. Никто вам не запрещает высказываться. Ну, почему тогда референдум концлагерья, в чем его крамола? Ну, хорошо, пусть люди выскажутся, и, может быть, придут и скажут, пусть будет храм. Нет, референдум – это вот не просто вышел на улицу, собрал подписи, и вот он, референдум. Референдум, я еще раз пыталась вам сказать, как это должно быть, да? Потом, когда инициативная группа соберет 1% от проживающих в местном самоуправлении подписи с данными паспорта и так далее, да, будет назначена дата референдума. Дата референдума должна пройти, в референдуме должно принять участие не менее 50% населения. – Так речь идет про то, что, скорее всего, это нереально, речь идет про то, что люди… – А тогда что реально? О чем вы говорите? – Я говорю о том, что, скорее всего, это… – Поэтому об оскорблении чувств верующих. – А кто оскорбил ваши чувства? Скажите, пожалуйста. – Не знаю, государство, которое подарило церкови землю просто так… – Не просто так. – В том месте… А за что? – Не просто так. Извините меня, пожалуйста. В этом месте, чуть ближе к городу самому, был Воскресенский собор, который был снесен. Извините меня, пожалуйста. Уже давно принят закон в государстве, по которому мы, вернее, государство, должно вернуть все храмы, церкви. Вера Егоровна, а если там было чистилище языческое до этого, мы тоже должны там ставить? Там было кладбище вообще. Подождите, Оля, кладбище, Ольга. Если вы не знаете историю нашего города, мне очень жаль. Я знаю, что там было... Нет, не нужно мне там говорить, Вера Егоровна. Я знаю историю нашего общества и города, и я знаю про командора Рязанова. Слава Богу. Тем не менее, до какой поры мы будем возвращаться назад? Мы так можем до языческих капищ вернуться? Мы идем вперед. Я не понимаю только одного. Почему вы молчали об этом в 2012 году? Почему вы молчали и не протестовали, например, против застройки набережной? Потому что скорость распространения информации была другой. Когда там возник пантеон, когда от меня красноярца или жители Красноярска закрыли набережную, начиная от культурно-исторического центра на большом расстоянии, почти до речного вокзала. И только, понимаете, да? Это вы говорите как депутат от партии власти. Почему от вас закрыли? А кто решение-то у нас принимает? Решение принималось городскими властями очень давно. Ну, которое у нас приватизировано партией «Единая Россия», в принципе. Тогда еще не было «Единая Россия» в это время. Ну, была другая партия, которая называлась по-другому, но смысл был в том же. Давайте вернемся к референдуму. А давайте вы партийные составляющие не путаетесь. Давайте к референдуму вернемся. Я вот, вы говорите, не юридически, не юридически. Мне кажется, что здесь речь идет о референдуме как о выражении несогласия. Это вовсе какой-то не юридический в данном случае инструмент. Вы здесь не согласны, скажите. Потому что часть жителей не согласны на храм. Мне кажется, что митрополия попала в больное место, сама, может быть, того не желая, когда сказала, здесь он будет, и все. Нас слишком много сейчас, что заставляют делать, и поэтому это вызывает такое раздражение. Я не знаю, Ольга, как вы считаете? Отняли Исаакий, который никогда не принадлежал церкви. Никогда в истории. Давайте не об Исааке сейчас. Хорошо, ладно. Давайте рождественское... Сколько прецедентов было, когда церковь забирала буквально детские дома, выгоняя детей на улицу. Да вы о чем говорите? Я говорю о том, что церковь ведет себя агрессивно. Ольга, только несколько цифр. Буквально. Церковь ведет очень большую просветительскую и образовательную работу. И социальную работу. У нас только в Красноярской епархии 45 воскресных школ. Если брать все 4 епархии, то это 150 воскресных школ. 4 православных гимназии. Вера Егоровна, я недавно хотела устроить 2 благотворительных столовые. Так вот, в нашей епархии... Два приюта. Например, в Енисейске есть такой приют, 15 тысяч в месяц нужно отдать, для того, чтобы церковь опекала больного человека. Наркозависимого? Нет, не наркозависимого, просто больного человека. 15 тысяч в месяц. Это не благотворительный акт. Далеко не благотворительный какой-то коммерческий акт. И кормит там до 100 человек в день. Бесплатно. Ну, то есть так же это делала и Светская, когда это было Светская учреждение. Кроме того, церковь собирает речи для людей, попавших в жизни. Те, кто потерял дом, не для бомжей, вы мне говорите, что они есть. Есть. Я только что вам говорю, что 15 тысяч за такой приют нужно отдать. А вы мне говорите, церковь занимается благотворительностью. Да, и очень большой благотворительностью. Может быть, серия благотворительность, секунду, развернуть. Извини, пожалуйста. Хорошо. Может быть, развернуть все-таки, вместо того, чтобы пирожные ставить на набережную. В Евангелии золотое правило есть. Пусть левая рука не знает, что делает правое. Так вот, это милостыня, а не благотворительность. Это благотворительность. Это милостыня. И я должна вас с вами, Ольга, здесь не согласиться. Это не церковная. Это не церковь. Понимаете, этим должно заниматься государство. Строить реабилитационные центры. О, да. Строить, извините меня, бесплатные, там, благотворительные столовые и так далее, и так далее. Церковь. Но церковь вынуждена этим заниматься в виде, как страдают люди. Верующие, неверующие. Я не вижу, чтобы она этим занималась. Ну, вы не хотите этого и видеть. Я это вижу. Хорошо, можно я верну все-таки нас к храму и к рефературу? Пожалуйста. Все-таки, для меня лично, такое отторжение церковью идеи референдума и раздражение со стороны людей, соответственно, говорит, ну, в первую очередь о том, что опять не спросили. Мы живем в этом городе, нас миллион. Семь лет прошло. С тех пор, как принято решение, вообще это обсуждалось в обществе. Семь лет прошло. Что вы хотите услышать? Вот ставится вопрос, что будут использованы бюджетные деньги. Не будут бюджетных денег использованы. Нет, у меня бюджетные деньги в этом смысле не волнуется. Кроме того, называется цифра в этом обращении 14 миллиардов рублей. Откуда вы взяли эту цифру? Я не брала эту цифру. Я не брала эту цифру. Я хотела бы сказать, почему мы семь лет молчали. Я не знаю, почему молчали. Нет, у меня есть просто версия, я не знаю точного ответа на этот вопрос. Просто потому что я знаю, что все надеялись, что это спустится на тормозах, и храма там не будет. Что никто не придумает проект, землю у москвичей не отсудят по этим причинам. Ну и потом... То есть все ратовали вот за это, вот за этот вот такой вот... Да за отсутствие всего мы ратуем. Нет. Кстати, они еще оставляют... Нет, Ирина Горна, а почему у нас всегда противопоставление? Либо вот это, либо храм. Я тоже за ничего. Ну вот. Значит, смотрите. А почему либо вот это, либо храм, она ставит в какие-то рамки, либо так, либо не так? Нет, я вас так не ставлю. Я привожу вам пример, что было бы, да? Хорошо. Не обязательно это было бы. Не обязательно. Я просто вам... А вот остается, кстати, я могу вам сказать, вот еще схема, где два участка за этими прибалтийской фирмой остается. Это на той стороне Качи, возле Вантового моста, где они хотят построить. Это был целый комплекс. Так задача города оставить это горожанам, понимаете? Вот именно. Вот мы сейчас должны объединиться, доброе дело сделать. Нет, когда там будет церковь, для меня этот участок, он будет... Мы должны с вами объединиться для того, чтобы бороться за то, чтобы вот в этой зеленой зоне ничего не появилось. Ничего не было. Ни в той зеленой зоне, где вы показываете, и в той тоже. В этой зеленой зоне, по градостроительному плану, слова такие года этого года, простите, в правилах землепользования и застройки этой территории, может быть только храм. Еще раз вдумайтесь, 4% вот этого участка будет занято храмом. Он будет открыт со всех сторон. Благоустройство будет таким, каким его нет сейчас. Раздражение людей связано с тем, что нам все, повторяю в очередной раз, в приказном порядке. Да нет, в приказном порядке. Вот сказал патриарх, здесь будет храм, значит он здесь будет. Нас миллион в Красноярске. Почему люди, которые хотят протестовать, их оскорбляют и им не дают? Давайте еще раз осуществим решение, которое приняли 7 лет назад. Я вам нарисовала путь этого решения. Я поняла. Я услышала, я услышала, проклинать меня за то, что я готова. А вас никто не проклинает. Только что. Вас никто не проклинает. А почему вы в своем обе это понимаете? Пообещал чуть ли не генну огненную. Это оскорбительно. Смотрите, у нас все-таки при этом православная страна и много верующих. И для меня было удивительно, в этом смысле журналисты очень четко считывают настроение простых людей. И вот мы сегодня проводили опрос, и он еще не завершен. 70% говорят да, а 2019% нет. И мне было удивительно, когда люди звонили в новости и говорили, нет, мы не хотим там храма. При этом они православные. Вы знаете статистику о том, хотят люди или нет? Вы знаете, люди, знаете, почему так говорят? Или насторожены. Потому что вы правы в одном. Им не объяснили, не встали и не сказали, что здесь будет храм. Показали картинку. И вы даже мне показали этот Богородице, Рождественский храм, каким он был. Кстати, эскиз сделан по проектам архитектора Константина Андреевича Тона. Найден был чертеж. Вот этот чертеж лег в основу этого комплекса храма. Меня не восхищают чертежи храмов, меня восхищают чертежи музеев. Музей там рядом. Музей науки, музей больницы и других каких-то культурных центров. Музей там рядом. Вы, к сожалению, не слышите. Рядом там и церкви. И будет благоустройство в том числе. Церковь там тоже рядом. Давайте так, у нас уже заканчивается время эфира, к сожалению. Беседа интересная, короткая, Оля и Вера Егоровна. Каким вы видите выход из этой ситуации? Потому что в обществе согласия нет, это надо признать. Есть те, кто за, есть те, кто против. Как будем выходить? Все равно на всех храм строим или как-то по-другому? Что значит, все равно на всех храм строим. Храм мы будем строить. Я спрашиваю. Просто люди должны услышать больше информации о том, что будет на этом месте. Как будет выглядеть благоустройство. Тех, кто беспокоится о переходах, о как добираться до храма, об парковках. То это уже предусмотрено в прибыль в устройстве. То есть больше информации о том, что там будет, и как будет выглядеть. Да, больше информации. Оля, как вы видите выход из ситуации? Выхода из ситуации нет, поскольку власть имущие и православная церковь, которая взяла на себя роль локомотива, локомотивной религии в нашей стране, в светском государстве, они уже все решили за нас. Тем не менее, я хочу обратиться к тем людям, которые спасают свои души, отдавая деньги на строительство пирожного. Постройте социальные приюты, дайте денег на новые оборудования в сельской местности. Спасите человеческие жизни. И тем самым можете спасти... Коротко, 5 секунд буквально. Вообще-то мы живем в православной стране. Да, у нас много конфессий, но титульная нация – это православная. И вот вы, Ольга, не должны об этом забывать. Вообще-то православная вера – это скрепы Духовной Российской Федерации. Это именно те скрепы, которые позволяют людям разной национальности чувствовать себя достойно в нашей стране. Вера Егоровна, вы тоже не должны забывать, что мы живем в светском государстве. На этом прекрасная ноте. Давайте дальше не будем ссориться. Мы завершаем программу. Я думаю, что поскольку эта тема очень важна для красноярцев, мы еще не раз к ней вернемся. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова